ребят всем доброго дня сегодня мы продолжаем тему установки сантехники конкретно в этом выпуске нас ждет монтаж подвесной тумбы с раковиной причем все это будет довольно таки интересно тумбок закупалась отдельно подписчикам столешница тоже не в комплекте отдельно покупалась вы видите и раковина такая вот накладная сверху устанавливается и сбоку будет смеситель рамон солен все у нас отдельно и все отдельно по полочкам мы для вас сегодня развод и прежде чем начать саму установку я хотел пару слов сказать о партнере сегодняшнего выпуска компания регион спецтехно под нас под установку сантехники она предоставила специальный набор для уплотнения резьб классический лен с уплотнителем в наборе в комплекте вот такое новое слово на рынке мы еще не пользовались анаэробные уплотнители резьбы причем в этом случае не или он никакая другая подмотка не нужно есть для небольших зазоров по резьбе есть для средних зазоров и классическая нитка вот именно ее мы сегодня видео и убить все остальное тоже процессе на новом объекте я думаю задействуем и о наших ощущениях мы будем вам рассказывать но сейчас давайте все это отодвигать и начнем разговор естественно задней части у нас все коммуникации из 50 и канализационная труба можно 40 принципе установить напоминаю что если вы делаете своими руками угол наклона 3 сантиметра на один погонный метров трубы соответственно вверх горячая холодная вода у нас это полипропилен и в задней части сейчас покажу тумбы практически у каждой сделаны по уму и специальные отверстия где потом будет стоять сифон сегодня мы поговорим чуть позже сейчас самый важный момент пока мы еще только начинаем это высота установки нашей конструкции она может быть варьируется от 80 до 90 сантиметров по высоте как вы понимаете чем у нас сейчас гораздо ниже поэтому она на самом деле и подвесная 60 сантиметров мы и установим вместе столешницы на высоте 85 это будет конкретно вот этот шок политики довольно таки удобно для него мы и будем ориентироваться почему 80 либо 90 но естественно много привязано к росту человека который живет в квартире если живет какой-нибудь допустим холостяк высокий то тумба и раковин должны быть повыше если маленькая девушка менять он то пониже если это семья то где-то посередине как у тебя совершенно непотопляемая как говно под верхнюю часть нам не надо ничего расчерчить у нас есть шовного подкрепления нам придется разметиться обязательно массивные механизмы и в стену вкручиваются два крючка и потом уже на них одевается вся конструкция важный момент у нас гипсокартон фальштина там деревянная закладная из доски это обязательно потому что все таки весом довольно таки значительно сейчас я отметил три отметки 14 сантиметров сразу заранее все разметил промерил теперь у них надо просто соединить можно конечно сделать это по пузырьку мульми по лазерному нивелиру у нас горизонтальный шов нам чуть легче тут главное все таки точность также надо найти центральную ось у нас будет дом бы стоять симметрично по плитке с одинаковыми расхождения по краям соответственно 746 это 37 и 300 все открыт плитки отвечаем 37 и уровень и теперь я уже отвечаю от центральной оси где именно будут у нас вкручиваться крючки с одной стороны соответственно другой вот они сами крючки но сначала конечно просверлить плитку я буду использовать такой перо для мягкой плитки если это керамогранит получили алмазные короночки и спокойненько просверливаем но только плитку потом уже вкручиваем видеть как сначала рукой наживляем у нас гипсокартон пока не дойдем до дерева когда уже пойдем закладной можно взять плоскогубцы подвесили и можно при помощи болтов практически сейчас на любой мебель есть такие накрепления даем натяжку и фиксируем нашу она у нас абсолютно жестко подвешенном состоянии находится также замечу что из-за того что мы чуть-чуть приподняли в общем-то и не знали изначально где у нас и какая тумба будет пришлось немножко попилить заднюю часть нашей тумбы при помощи лобзика но где-то допустимо если мы полностью не удаляем ребро жесткости на теперь можно заняться столешница она у нас будет естественно симметрично но пока мы поговорим о разметке под отверстие раку естественно раку стоять точно посередине поэтому сейчас мне надо середина и это можно делать обе в диагонали и грубо говоря поделив ее пополам 82 41 отмечаем ширина она у нас 49 это 24 с половиной сантиметра то есть вот у нас середина можно даже угольником прочертить столярным чтобы запрыгнуть все у нас будет грубо говоря сливное отверстие впоследствии наши раку а теперь ставим раку она конечно овальная но мою центруем по нашей разметки с наружной части можно некоторых других местах обязательства конечно овальная в этом есть определенная проблема но в принципе все это можно после того акцентра роли берем при помощи карандаша периметр расчерчим это делается для того чтобы потом нанести силиконовый герметик на который мы ее приклеил то есть по периметру я ее обложу и соответственно важно внутри при этом замечу что мы разметку сделали по внутреннему диаметру отверстия но она будет намного шире чтобы вот эта часть отливки проходила в нее и мы спокойно снизу сипон прижимали нижнюю часть именно к фаян они к столешнице вот для этого мы сделаем чуть пошли причем просверлю сверлом или пером а потом лобзиком вырежу а уже отверстие под кран там диаметр 35 я посмотрю вот этим 30 сверлом и теперь довольно таки важный момент это приклеивание столешницы мы сделали центральное отверстие где у нас будет сифон отверстие под сам кран мы будем просверлить по месту естественно вы догадались столешнице у нас деревянный поэтому работаем пером и лобзиком в чем хитрость и которые сейчас вам покажу у нас будет вход конем двойной приклеивание сначала мы приклеиваем столешницу на тумбу по периметру проходя силиконовым герметиками на него мы обычно клеим все в санузлах а потом так как столешница не имеет не очень большой вес ее надо держать под прессом чтобы она хорошо приклеиваться и прессом выступить уже раками которым мы тоже будем клеить поверх столешница такой довольно таки интересно берем силиконовый герметик желательно конечно с пистолетом и по периметру не жалеем довольно таки обильно наносим сильно берем столешницу и аккуратно и и опускаем старались не и возить у нас все получается новенько свеженько поэтому никакого обезжиривания вот здесь мы пилили поэтому можно принципе тряпочкой аккуратненько саму столешницу смахнуть сниму я наверно носик чтобы у меня силикон выходил более скажем так толстым слой она бата понимаешь маловато будет немножко там насвенчивать еще страшно артем давай получается раковину берем раковину и теперь ее опускаем на ее законное место прижимаем слой толстый у нас где-то силикон обязательно выйдет но ничего страшного после того как мы раковину берем по периметру пальцем проходим и готовим влажным партнер матча и после чего . теперь же влажной губочкой все это красиво форме как я и говорил установку смесителя мы разберем отдельно в другом видео сейчас я просто покажу уплотнение резьбы при помощи полимерной нити спринт есть несколько хитрости есть низко споров видео вторую гряду так получилось поэтому в комментариях дулу следующего этапа обсуждений тут у нас получается выходит от американки наружные резьбы 1 и 2 отверстия делались алмазной коронкой затерты со средней аккуратности ничего страшного все это прячься в недрах получается наши там бы единственное можно конечно всегда поставить декоративные накладки отражатели все будет аккуратным тут смотря позволяет вам резьба не позволяет тебе сорвет резьбу я не хочу чтобы мне сорвала речь у меня очень большие планы это неприятное зрели давайте разберем один спорный момент то есть мы обычно накручиваем любую уплотнительную нить в обратную сторону от направления закручивания гай хотя есть рекомендации от производителей большинство сантехнику делать именно так они крутят по направлению резьбы в ту сторону куда закручивается гайка почему мы так не делаем обычно это продиктованным опытом часто то есть нитка собирается в кучу и плод уплотнять резьбу когда накручено по направлению против практически всегда никаких проблем с уплотнением не бывает никому это не навязываем тем более у нас сегодня есть партнер есть рекомендации поэтому будем работать по старинке резьба должна хорошенько очищена никаких инородных частиц при накручивании гайки быть не должно единственное у нас нитка спринт довольно таки плотная вот и в рекомендации к ней сказано что резьба может быть в принципе не идеально тем интереснее посмотреть так важный момент чтобы в начале у нас хвостик который я кладу вторую часть резьбы перехлестнулся со следующим оборотом скажем так нить хорошо держалась многие делал также крест-накрест при наматываем но я считаю тут главное количество оборотов на резьбу 1 и 2 я обычно делал не меньше 10 оборотов меня опять терзает смутные сомнения нельзя войти стороной и вопрос силиконовой герметикой я этот материал не люблю об этом я говорил видео с установкой унитаза ничего тут нет все мастера читает какие-то свои материалы и на следующий день когда надо было красиво обрамить раковину периметр по столешнице я это сделал эпоксидной затиркой для плит и получилось довольно таки симпатично конечно можно было все сделать с силиконом я обещаю что вопрос разберу прямо делю отдельное видео всю силикону как с ним работать с акрилом например у нас на канале есть но единственное там замечу один из подписчиков писал кто-то до этого мне непрозрачный мигал при работе лучше все проходить мыльный получается водичкой и тогда в общем-то работать с силиконом будет полегче честно сказать я это всегда упускаю когда снимаю видео тут ничего такого нет для человека и многие моменты из головы вылетают и все-таки я больше заострен на процессе работы они на каких-то отдельных хитрости которые могут удивить других мастеров но хотя это правильно это надо учитывать и так я все обронил все симпатично и теперь мы переходим к сифону то есть вода у нас тоже подключена остался последний или предпоследний шаг и так сифон о нем есть у меня отдельное видео на канале продай там брал рассматривал сифоны под ванной но смысл тут тот же если есть выбор между гофрированным сифоном или например бутылочным сифоном как вот вы видите то естественно надо делать выбор в пользу бутылочных сифонов потому что здесь есть свой гидрозадвор и никакой запах сквозь вот такой вот он не проберется а гофрой выходит чуть быстрее из скажем так из строя хотя здесь тоже если гофрированная часть но если это будет перегиб всегда избав это если вероятно запахи неприятные будут ваш ванной комнате просачиваться лучше от этого уйти то есть сифон бутылочные к нему есть гофр тут интересный момент то есть канализация под ракуну может быть 50 либо сороковая то есть если у вас 50 мы втыкаем гофру именно так как она вот здесь представлена есть сороковая мы просто и обрезаем сорокового диаметра и получается вставляем здесь идут соответственно прокладки в обязательном порядке и наборе ксифона была такая дешевенькая скажем так верхняя часть решетка вот но мы решили вместе заказчиком поменять на более дорогую диралевую ну слава богу тут все диаметра одинаковая она отлично впишется получается наш композицию то есть может быть а может и нет а а может пошел ты надеваем силиконовую нашу подложечку прижимаем к фаянсу теперь все остальное начиная сначала пульки дешево более модель если вы хоть раз делали обычно идет опять же шпилька здесь получается поджимная часть единственно конечно сложность опять же таки как подлезть ключом но всегда мы найдем способ подлезть придерживаем и притягиваем максимально позволяет прокладка решетку на сливная накручена теперь дело за остальным причем тут аккуратнее так как потроха у нас тут не родные берем пластиковый раз труб с пластиковым таким вот выступом и прямую уплотнительную резинку тут все можно подобрать исходя из размера она в этом случае прямая представляю резьбе тут важно чтобы резинку нас никуда не сместилась не улетела не дай бог вот надо получается накинуть аккуратно дайку поправим аккуратно с первого раза не вышло но ничего страшного терпение труд как говорится все перетрут накидываем момент действительно наиболее важно если резинка сместиться прыгнет внутрь резьбы никакого герметичного стыка у нас не получится продолжаем теперь нам надо накрутить сифон тут идет другой уплотнитель он вот такой пластиковый то есть с одной стороны есть у него расширение другой он идет на сужение получается нам широкой частью одеваем на раз труб которую часть на сужение клином идет у нас получается к резьбе но сначала естественно идет накидная гайка а вот теперь берем себя представляем его тут пока неважно где что у нас надеваем накручиваем то есть у нас все хорошо фиксировать причем от руки плотненько все затягивать следующий этап это гофрированный получается сегмент тоже есть уплотнитель на нем уже одет и гайка соответственно также широкая часть идет наружу узкая сторону резьбы так закрутили по максимуму поворачиваем как нам надо выдерживаем затычку из канализации и теперь вставляем раз труб в нее при необходимости можно воспользоваться легко новой смазкой дома обычно этого не требуется войдет как милая и так управляем гофру чтобы она не мешалась и не гнула провода все получается проверяем если все хорошо 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 до зашумела водичка смотрим наблюдаем можно снизу подстелить я не знаю кто был бумагу чтобы посмотреть принципе если в течение минуты ничего у нас не проявится я думаю все хорошо ну конечно потом вот по заглядке если что мы просто берем подтягиваем самые важные вполне так моменты это получается вот не родной стык между металлическим частью слива и получается пластиковому психу ну вроде пока хорошо последний момент это полки то есть у нас есть тут мебельные бегунки задней стороны скажем так такая скоба она вставляется по обычаю задней части нашего получается полки здесь вот штифт штифт должен войти соответственно вот в эту часть здесь есть также вот такие вот фиксаторы перед тем одевать их надо подвинуть в итоге все получилось подвесная тумба раковина смеситель установлены и отлично все ссылки на нашего партнера региона спецтехно в описании как продукция этого бренда мы еще обязательно вернемся все ребят на сегодня все с вами были парни из камня делайте своими руками делайте хорошо все до новых встреч часы артем мертвы да откуда же я знал что они мертвы кто же знал что смерть их не пришло естественно два вывода подводу насколько рюкли паралл петра на педра у нас и до поля петра петра так чтобы у нас резинка не проваливалась возьмем потому что если она у нас улетит в небеса никакого герметичного стыка не получится и теперь получается надо фу я устал ребят